Всем привет! Это видео с лайфхаками по сборке конструкторов Лемма. Смотри до конца и собирай с удовольствием! Итак, первый лайфхак, а скорее совет. Не выбрасывайте инструкцию и упаковку до полной сборки конструктора. На случай, если вы прерветесь на некоторое время, или если обнаружите, что в наборе что-то не так, в инструкции и упаковке вы найдете всю необходимую информацию для решения проблемы. Далее, не стоит извлекать все детали из основы сразу. Лучше делать это поэтапно, согласно инструкции по сборке, чтобы не запутаться в дальнейшем. Прежде чем перевернуть страницу инструкции, проверяйте, не пропустили ли что-нибудь, чтобы не пришлось дважды возвращаться к пропущенному шагу. Детали, помеченные крестиком, в сборке не нужны. Их можно выкинуть. Идем дальше, как удобнее извлечь детали. Круглые детали легко достаются прокручиванием. У крупных и тонких деталей сначала найдите места сцепления с плашкой, затем аккуратно надавливайте на сцепки сначала в одну сторону, затем в другую. И так на каждом сцеплении. А для извлечения мелких деталей используйте вспомогательный инструмент, или что-то похожее на него, например, плоскую отвертку или пилочку для ногтей. Если при извлечении деталей вы обнаружили неровность, обработайте ее наждачной бумагой. А также вы можете обработать наждачкой ту деталь, которая не входит в отверстие. В наших конструкторах вы можете увидеть два вида тюбика с клеем. Много клея наносить не требуется. Но если вдруг вы все-таки не пожалели клея при сборке и к концу вам его не хватило, то вы можете приобрести подходящий клей ПВА столярный во многих строительных магазинах. Вспомогательный инструмент будет полезен не только при извлечении деталей из плашки, но и при сборке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если в процессе что-то сломалось, без паники просто склейте деталь поедино в месте поломки. Дайте ей тщательно просохнуть и при необходимости обработайте наждачной бумагой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если в наборе есть канцелярские резинки, но вы их случайно порвали, то вы можете приобрести их в любом канцелярском магазине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выравнивать детали при склейке можно при помощи какой-либо плоскости, например, стола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для лучшей работы вращательных механизмов рекомендуем смазывать их парафиновой свечой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если при сборке вы ошиблись, а место склейки уже давно высохло, то это легко исправить, предварительно хорошенько разогрев его феном для сушки волос, а затем чем-нибудь тонким разъединить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы хотите внести яркость, то рекомендуем использовать акриловые краски или фломастеры. А для нанесения краски подойдет плоская ненатуральная кисть. По итогу модель можно зафиксировать прозрачным защитным лаком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но мы не советуем использовать гуашь, так как при намокании она красится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. А если вам тоже есть чем поделиться, то обязательно расскажите об этом в комментариях. Приятной вам сборки и пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА